Мы продолжаем выпуск. Автодороги республиканского значения переведены на зимние условия содержания. На готове необходимая спецтехника. Держат руку на пульсе спасатели и полицейские. Как регионы готовятся к зиме, выясняли корреспонденты нового времени. В Кустанайской области сейчас устраняют последствия сильного снегопада, который привел к увеличению дорожно-транспортных происшествий. Стражи порядка несут службу круглые сутки, рекомендуют водителям сбавить скорость. В связи с погодным условием на территории области за сутки зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, при котором один человек получил увечья. За сутки было задействовано более 100 единиц техники. На усиленный режим ведения службы были переведены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области. Их рекомендации в дни непогоды – отложить дальние поездки, заправлять полный баг горючего, а лучше и вовсе остаться дома. Департаментом по чрезвычайным ситуациям за дежурные сутки произведено 6 спасательных операций. В них пропали пастухи, которые производили выпуск скота и, не уследив за метеорологическими условиями, заблудились. Произошло ухудшение погодных условий, метель, ветер. Хотя департаментом по чрезвычайным ситуациям производилось смс-оповещение. Также информация была размещена на интернет-ресурсе Дармен. И пока все автодороги республиканского значения переводят на зимние условия содержания, в Павлодарской области коммунальные службы рапортуют о полной готовности к предстоящей зиме. В случае непогоды чисткой дорог и улиц будут заниматься две организации. Планируют задействовать более 200 единиц спецтехники. В текущем году на содержание улиц и дорог в населенных пунктах области выделено 1 миллиард 435 миллионов тенге. Согласно технической спецификации, расчистку дорог от снега планируется производить на полную ширину проезжей части и краевых укреплений полос с организацией работ в две смены ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. А пока север погружается в зиму, южные регионы страдают от проливных дождей. В Жамбылской области вот уже пятые сутки не прекращается ливень. Он препятствует работе автотранспорта, а аграрии не могут продолжить уборочную кампанию. Причина – северный антициклон. Начиная с 2 октября Жамбылская область находится под северным циклоном, поэтому у нас наблюдаются дожди. Жамбылская область будет под влиянием северного антициклона, поэтому на завтра по городу мы дали без осадков. Осадки дали ночью и утром в горных районах. А 29-30 октября на юге области ожидаем дождей, а в горных районах осадки. В ближайшие дни погода в стране должна наладиться. На юге синоптики обещают улучшение в начале следующего месяца. В северных регионах движение автотранспорта уже открыто по всем направлениям.